Девушки отдыхают Привет, друзья! Сегодня у нас вечер, понедельник, зимний вечер, непростой вечер, холодный и морозный. В магазине была скидка на лук. Здесь у меня мешок лука 4,5 килограмма, 10 паундов. У меня куплено два таких мешка. Почему я их покупаю? Во-первых, лук я пользую почти во всех моих блюдах очень много. Одно из моих любимых блюд зимних – это луковый суп. И я очень обрадовалась, когда увидела эту скидку и сказала, боже мой, наконец-то мы покушаем луковый суп. Итак, сегодня я вам покажу, как готовлю луковый суп. Я, и возможно, этот рецепт будет вам интересен, вы сможете повторить его у себя дома. Если вы это да сделаете, напишите в комментариях. А сейчас поехали. Вы, главное, не пугайтесь. Весь этот мешок мы чистить не будем на суп. Но я хочу вам сказать, что вот примерно у меня вот такая кастрюля будет задействована. Здесь 5 литров. Эта кастрюля имеет 5 литров. Она практически вся у меня будет заполнена. Вы должны понимать, что в этом супе кроме лука больше ничего нет. Поэтому чем больше будет лука, тем более насыщенным он будет. Да, там в конце потом будут либо крекерами, либо сухариками, плюс туда идет тертый сыр, любой, который вы любите. Но основной вкус луковый идет от лука, поэтому лука должно быть очень много. В данном случае из этих 10 паундов, которые у меня есть, половину я почищу. Работа эта кропотливая, потому что лук очень мелкий, но мы ничего не можем с этим поделать. Поэтому примерно 5 паундов лука на 5 литров воды как бы я буду делать. Вернемся, когда я все почищу. Он очень мелкий, что превратило это просто в муку резание, то есть чистенье. А сейчас что мы будем делать? Сейчас я буду резать его просто полукольца. Так, вот по поводу лука. Получилось, это очень большая миска. Сейчас я его еще немного распушу, чтобы он весь разошелся. Значит, могу вам сказать, что у меня ушло на чистку и резку почти 1 час 50 минут. Вот, получилась очень большая миска лука. Немножко его так желательно пораскладывать, чтобы все-таки он был отдельно. Значит, теперь, что касается кастрюли. Итак, кастрюля разогревается, она должна быть хорошо нагрета. Сейчас я масло сливочное сюда буду класть. Значит, мы... Так, я буду ложить примерно, наверное, пол пачки. В данном случае здесь пол паунда. Это, ну, где-то 250 грамм масла сливочного. Чуть меньше. Значит, вот. Я вот такой квадратик покладу, потому что этот суп... Это и даст всю вкусноту этого супа. Масло. Так. И я обязательно добавляю примерно полстакана растительного масла. Маслу кашем не... Кашу маслом не испортишь. И в данном случае то же самое можно сказать о супе. Чем больше сливочного масла, и тут как бы нет предела, вы можете ложить сколько вы хотите. Конечно, больше масла, больше лука, конечно же, должно быть такое соответствие. Вот, видите, у меня масла очень много и растительного, и сливочного. Это очень зимний суп. Он очень сытный, он очень жирный. Но зимой именно такую еду и хочется есть, не правда ли? Вот. В общем, мы даем этому маслу полностью растопиться, и только потом закладываем лук, вернемся, когда все растопится. Теперь, когда масло у нас вот такими булечками делается, вот наоборот, вот сюда, мы вот в это масло... Мы, кстати, сделали огонь средний. Забрасываем весь наш лук. Он должен, грубо говоря, вариться в этом масле очень долго, практически час. Практически час мы его помешиваем практически все время. То есть, как бы мы ему даем там париться, жариться. И практически все время он находится у нас в таком процессе тушения. Тушится все время лук. Все. Без крышки. Вот он тушится, тушится. It's ok. Тушится без крышки. Мы его хотим... Конечно, эта масса, она уменьшится. Она практически уменьшится, наверное, раза в три практически. То есть, останется... Тушеный лук. Вот. Но тушится он на масле. Пока он тушится, можно сделать огонь чуть больше. Но потом мы убавляем, когда более-менее весь лук уже обжарился. И мы его будем мешать постепенно. Мы будем возвращаться с вами на каждом этапе. Так, прошло примерно меньше, чем 10 минут. Я пришла впервые перемешать. Массу будь здоровы, Габочка. Так. Я перемешиваю. Запах уже очень приятный. Тут и Дошка мне помогает. Рядом наблюдает, как мы все это делаем. Кстати, на каникулах зимних я хочу с ним раз, хотя бы два раза в неделю что-то готовить. То есть, он будет все делать сам. Например, там, чистить картошку, что-то, что-то все готовить, резать. Полностью сам готовить рецепт. Мама сказала, например, пиццу я не буду делать. Ну, пицца, да. Пиццу мы уже умеем делать. Давай мы покажем тебе. Где ты у нас тут? Яички. Яички, да. Омлет, да, он может делать. Так что будем делать уже что-то более серьезное. Что-то с картошкой, например. Может, даже супчик маленький варить будем. Будем много чего делать интересного. Мама скажет мне, если просыпешь. Да. Будем достать рецептики, будем готовить. В общем, короче, вот мы помешали. Я оставляю еще почти на 10 минут. Я приду через 10 минут. Обратите внимание, все без крышки. Прошло у нас минут 5. Вот. И даже, что-то там не видно. И вот уже начинает подгорать. Поэтому я делаю тише огонь. И еще раз мешаю. Можно включить маленькую вытяжку, потому что начинается испарение этих всех соков луковых. Я еще не солила ничего. Вся соль, приправы и остальное мы делаем... Идушенька, не надо это делать. Мы уже по... Когда начнется заливаться жидкость, будем закладывать. Видите, лук уже такой... Приобретает коричневый цвет. Я не знаю, насколько видно. Я прибрала. Да, он становится коричневым. И что-нибудь, что-нибудь, мы делаем. Все, мы сделали огонь тише. Я еще делаю это с закрытой крышкой. Я подойду сюда опять через 5 минут. Мы помешаем и, скорее всего, уже начнем понемногу добавлять воды. Итак, прошло еще 5 минут. Огонь я сделала тише, но надо, видимо, еще тише делать. Потому что все, что здесь немножко коричневое в кастрюле, если вы видите, оно не подгорело. Это масло, которое как бы запеклось. Как только вы нальете сюда жидкость, оно сразу все уйдет в жидкость, и жидкость станет коричневой благодаря этому. Это масло, которое прижаловалось. Это не сгоревшее. Оно уйдет все в жидкость, жидкость станет коричневой. Благодаря чему суп получит свой коричневый цвет. Вот прекрасная уже кондиция для того, чтобы начать добавлять жидкость. Я начинаю добавлять. Добавляем немного, добавляем по стаканчику примерно. Вот я сейчас добавила из чая. Вы можете добавлять холодную воду, но я привыкла добавлять кипяченую теплую воду. И оно начинает процесс тушения. Вот именно с этого момента начинается засекание времени. Как только вы залили жидкость, вот с этого момента должен пройти час, прежде чем суп будет готов. Запомните, чем дольше вы тушите, тем вкуснее он будет. Он не может переготовиться. У меня такая кастрюля, которую я даже могу поставить в духовку. То есть вы даже вот на этом этапе, как он сейчас есть, можете залить количеством жидкости, которым вы хотите. В данном случае у меня как бы 5 литров на всю кастрюлю, но, скажем, почти 2 литра из этого занимает лук. Вот, поэтому, ну, скажем, 3 литра еще жидкости залить, добавить все там приправы, которые вы хотите. Я добавляю соль, я добавляю немножечко перец. Можете сюда добавлять белый перец. Конечно же, мы еще сюда добавляем немножечко прижаренной муки. Она тоже должна довести, ее просто доведите до коричневого цвета. И, конечно же, смешайте с жидкостью, в общем, и добавьте в суп. Это по вкусу, насколько густой вы любите суп. Но это обязательный ингредиент, потому что суп должен быть густым, наваристым. Вот я добавила немножечко воды, и происходит тушение. Я выставляю таймер на час. И я уже в течение часа буду приходить и смотреть, как это происходит, и каждый раз добавлять по стакану воды. Да, Итошечка, ты можешь сейчас тоже даже немножко налить воды. Вот, берем чайник, осторожно, что здесь все горячее. Чайник не горячий, не бойся. И добавляй. Молодец. Все, молодец, умничка. Карамельный такой хороший цвет. Вот все, что было на дне, оно все ушло в цвет этого супа. Такой вот коричий у нас уже папа пришел. У нас уже тут веселье. Вот, все, сейчас протушивается так. Это уже где у нас жидкость? Наливаю еще. Вот, вот чайник здесь. Наливаем. Еще, еще, еще больше, больше. Ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Я думаю, до конца все, что есть в чайнике, можно увелить. Молодец. То есть мы здесь залили еще примерно где-то пол-литра. Все, поставь его на место. Все перемешиваем. Так, уже на этом этапе я посолю. На этом этапе я посолю. Что, Капина? Папик там сел? Да, мама. Что такое, скажи? Так. Все, уже сейчас я посолю. Вот, соли можете не бояться, потому что супа много. 5 литров жидкости и соль несоленая. На, давай я тебе чуть-чуть на руку. Соленая. Соли. Молодец. Все, еще раз перемешиваем. Немножко огонь можно увеличить, чтобы оно все взялось. Сейчас начинаем уже делать, поджаривать муку. Так, вот я вам показываю, у меня маленькая кастрюлька, и я в ней прижариваю муку. Я ее просто довожу. У меня уже кипятится чайник. Я довожу муку просто до коричневого цвета. То есть я просто ее все время помешиваю. Хочу проверить, что у меня, да, работает комфорта. И я просто помешиваю все время муку. Итак, мука у меня уже стала становиться коричневой. С нее легкий дымок начинает идти. Это как раз то состояние, которое мы хотим. Мы начинаем сейчас вводить сюда горячую жидкость. Но потихоньку, потому что это все раскалено. Главное не сжечь муку, потому что она слегка коричневая, когда прижаренная. Но становится практически черного цвета, когда попадает в мокрую среду. Поэтому вот хорошо я вымешала. Все, сейчас я беру веничек. Я беру веничек. Я беру жидкость. Я потихонечку начинаю вводить. Вот, видите, что происходит? Оно просто начинает все стрелять по всем сторонам. Поэтому потихоньку не надо вводить сразу все. Вот так. И мешаем, мешаем. По чуть-чуть вводим, потому что оно просто все раскалено. Оно начинает во все стороны лететь. Фейерверк получается у нас. Вот так. Видите, у мука коричневого цвета. У меня жидкость получается сразу уже коричневая. Потому что мука выжарилась хорошо. Потому что мука раскаленная. Вот такой получается эффект. Очень осторожно, чтобы детей не было рядом. Вот такая вот. Получается у нас. Так, вот здесь уже можно выключить конфорку. Так. Все. Вымешиваем, вымешиваем. Чтобы не было комочков. Когда у нас будет уже абсолютно однородная масса. Вот еще, видите, появляются нераскрывшиеся кусочки муки. Значит, комочков много. Поэтому мы вымешиваем, вымешиваем, вымешиваем. Чтобы они разошлись. Ну, в супе все, что не разошлось здесь. Ну, стараться нужно вымешать, конечно. Но все, что не разошлось, в супе разойдется. Потому что он еще будет у нас тушиться. 40 минут у меня по таймеру еще. Вот. Ну, это вот такой большой последний штрих. Обязательно. Мука должна быть коричневая, но не черная. Не сгоревшая. Потому что тоже и вкус будет не очень хороший. Боже, какой прекрасный карамельный цвет у моего супа. Просто изумительный. Прелесть. Сейчас вот сюда я буду вводить полученную жидкость. Надо постараться вывести все комки. Если какие-то остались, маленькие незаметные, то они уже разойдутся в супе. Потому что ему еще вот варится 35 минут. Так. Все ввели сюда. И добавляем еще жидкость. В принципе, это вся жидкость. В конце у меня получилось 4 литра. Я не буду больше добавлять. Потому что тогда уж будет сильно жидко. А мне нужно, чтобы он был достаточно густой. Все. И вот от этой минуты, 35 минут еще, он будет просто тушиться под крышкой. Ой, что-то он слишком так бурлит. Он должен не так бурлить. Делаем еще тише огонь. И еще раз все перемешиваем. Лук практически растворяется в этой приварке. То есть он практически вообще будет незаметен. Из таких пиалочек мы будем пить. Пить. Есть. А наш супчик. Такая вот желтенькая пиалочка у меня есть. С красивым рифленым или как это, резьбой такой. Когда-то еще, когда был Таргет, здесь мы покупали с Костей их. Но Таргет пробыл здесь всего год в Канаде. Закрылся. Это тоже из Таргета. Такие пиалы. Они достаточно глубокие. Вот я покупаю крекеры в Костка. Такая большая упаковка. Вот они даже нарисованы, что они... Ну, они как бы для томатного супа. Но вы можете... У меня Габи их ест просто как крекеры печеньки. И также я их выкладываю в... Ну, так мы немножко крошим каждый себе в суп. Выглядят они примерно... Вот так. Вот мой замороженный сыр. Я его купила в Костка в большой упаковке. Натерла, потому что я... Так вот у меня сыр свестся. Вот я его натираю. Я вам сейчас покажу, какой он у меня хорошенький. Он не слепляется. Многие люди боятся морозить. Думают, что он слепнется. Ничего подобного. Вот такой вот он. Вот. Весь такой раздельный. По кусочкам. Видите? Обычный сырок. Вот я его натираю. Сейчас, когда мы разольем по тарелкам супчик, сверху я покрошу крекеры и сырок. Дальше. Куда-то слой сыра. Если вы подаете это для гостей, то вы положите сыр в отдельное, чтобы каждый сам себе ложил, сколько он любит сыра. Много, мало. Но я в своей семье ложу уже сама. Вот так вот. Сыр тем временем потихонечку начинает тарить. И сверху мы накладываем крекеры. Ну и, например, если у кого-то сухари. Так. Я вот так вот их разломала и бросила. Разломала и бросила. Итак, вот наш суп. Я его пробую. Вот сыр. Вот такой он будет. Супер. Не бойтесь солить, потому что обычно лук он сладкий. И вот сейчас у меня просто суп сладкий. Хотя я много шалила. Да, сыр соленый, но все равно не хватает соли. Видите, как сыр тянется. Вот. Это суперзнак. Приятного аппетита.